чпок запись 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 поезд бы здорово друг сундук сегодня в нашем кинофильме не могу сказать что наконец-то потому что до этого я даже не знал что это такое я первый раз услышал о нем кодживо 650 раппорт Прерывно всех просмотров, чтобы объявить благодарность людям, которые поддержали наш телеканал после последней серии. Ведь именно это сейчас помогает поддерживать жизнь нашего телеканала. В этот раз благодарочка объявляется Рофмото, Денис Герко, Юлия Марковкина, Зинур, Кирилл, Алекс и Мистер Кольт. Огромная благодарочка, все ссылки, чтобы попасть в список спонсоров будут в описании. А теперь скорее продолжаем просмотр. У них вообще было там три версии. Литер, 125 и вот 650. Но давайте сначала расскажу о конторе непосредственно, потому что я изначально подумал, что это какой-то кореец. Оказалось, что это не так. Оказалось, что тут применяются различные технологии, о которых я расскажу попозже. Сама контора. Это итальянцы. Это итальянцы. Я не знаю почему, но все мотики итальянские, на которых я ездил, мне нравились просто... По-моему, все. Я не могу вспомнить итальянского мотика, который бы мне не понравился. Они привносят туда какую-то магию. Вот это итальянцы. Они обосновались, так скажем, относительно недавно по меркам мотоциклетного строительства. В 78-м году только. И они как бы так прям с ноги открыли дверь, значит, мотоциклетного строительства. Залетели туда, купили итальянское подразделение Харли и Дэвидсон. Прям весь завод купили. Со всеми запчастями, которые там валялись. Они собрали их с полов и начали выпускать мотоциклы, которые поначалу даже назывались ХД Каджива. На самом деле, они во многом преуспели. Там были очень интересные моменты. Они в мотокроссе первые стали применять жижку на двигателях охлаждения. Они пытались ворваться с ноги даже на советский рынок. Потом, конечно, были тяжелые времена, но там, как всегда, через некоторое время у всех итальянских компаний начинается какой-то непонятный секс. Одни покупают других, те покупают третьих. Здесь произошло примерно то же самое. В конце 80-х они решили, что Агусто, там вот где-то делается МВ Агусто, неплохой мотик, давайте его купим. Они его купили, потом присоединились к Дукати. Там делали по лицензии Хускварну, Чизет и что только не делали. Потом их выкупило 20% в Пиаджо. Потом они переименовались вообще полностью в Агусто. И в конце концов их Харлей выкупил обратно, как МВ Агусто уже. Так вот, это настоящие МВ Агусто, которые, если сейчас смотреть на рынки какие-нибудь брутали, они стоят там по 700-800 тысяч. А вот этот можно взять за 300. Можно сэкономить. Так вот, здесь прямо даже на раме написано МВ Агусто. Здесь написано Кадживо. Здесь должно быть написано Судзуки СВ-650. Потому что здесь мотор стоит на Судзуки СВ-650. Соответственно, все проблемы, которые у него есть, они перешли сюда. Благо, их немного. Это такие незначительные вещи, как то, что на нем нельзя давать на заднем. Потому что карта там такой особенной формы, что если ты навалил на заднем, ну, велика вероятность, что твои вкладыши и колено скажут тебе постучаться снизу и скажут, кто там, зачем ты так делаешь, не надо. Открывай, сука, Новый год, блядь! К тому, на первых годах выпуска, вот как раз вот, когда вот оно делалось, вот этот мотоцикл 2003 года, была такая проблема с масляным насосом от Судзуки. Который хватал воздух, и даже если ты не валил на заднем, происходило, в принципе, то же самое. Печалька. Это пиздец. По-другому это не назовешь. Что поделать? Кроме того, у них гремят корзины сцепления, довольно частое явление. У них есть проблема по переднему цилиндру. Она связана с тем, что цепь там дохнет довольно быстро, и натяжитель сам дохнет. Вот хозяин еще сказал, что здесь есть особенность, видимо, в связи с тем, что здесь все-таки немного другое строение рамы мотоцикла и мотоцикла. Здесь колеса закидывает передний свечник, и у тебя через какое-то время начинает немножечко пробивать из крани туда, и получается, что мотоцикл пердит. Ну, это нормальное явление, типа, такое вон у Гантели за 35 тысяч евро новый происходит. Ну, нормально, короче, можно продуть и все. Главное, быстрее ехать, тогда будет продувать, и все будет великолепно. А в остальном, а в остальном это итальянец. А итальянцы это всегда круто, они всегда ставят на свои мотики все самое дорогое, что могут найти на рынке. Вот просто самые лучшие разработки. Здесь бремба с двух сторон стоит, тормозит наверняка просто божественно. Вилка перевертыш жирнющая. Я на глаз вам не скажу, но я скажу точно, что у моей электрички, которая весит в три раза больше, чем этот мотоцикл, вилочка была чуть-чуть, знаете ли, поменьше. Так что я верю в этот мотик. Цыганские бачки в оригинале от R1 подходят просто великолепно. И 3,3 до сотки, 3,3. Это просто... Тут, в принципе, как совсем в мире, наверное. То есть ты можешь с ноги, так сказать, открыть дверь около трех секунд до сотки за, там, примерно 250 тысяч рублей уже можешь туда завалиться. А вот то, что дальше, там, не знаю, какая-нибудь Kawasaki 14, которая там есть 2,7, она будет стоить, типа, в четыре раза дороже. Так что, наверное, вот это такая идеальная покупка. Ты, типа, с ноги открыл вот для себя вот эту занавесу трех секунд до сотки, прям ворвался туда. Ну, типа, не меньше трех, но вот 3,3, в принципе. Ну, я считаю, что это одно и то же. На самом деле, потому что время реакции человека одна секунда. И если ты прострал старт на своей хваленой Kawasaki, которая едет до сотки, там, 2,7, ты все равно будешь ехать медленнее, чем вот чел на таком. Короче, Дизиган. Тот же Дизиганер, что рисовал Букати Монстер. Ни много, ни мало. Соответственно, вот когда, если бы я посмотрел на него вот так, не видел бы надписей Каджива, не видел бы приборки, я бы сказал, что это Yamaha Bulldog. Очень похоже. Там та же самая история была с дизайнерами. Там такой же двойной выхлоп, там точно такая же жопа визуально. И это был один из самых, наверное, классных мочек, на которых я катался. То есть, он очень удобный. Там офигенный мотор. Он едет классно, управляется классно. Он легкий. Вот здесь то же самое. Легчайший просто. Ну, ну, каеф. Короче. Правда, здесь приборка треугольная. Это довольно странно, сука. Но это для скорости, для скорости. Я где-то прочитал, что там есть версия с полным обтекателем, таким, который идет сюда вот прям. Там было написано, что 3 км в час максималочки выигрываете за это. Так что, я думаю, здесь то же самое. Что треугольник, понимаете, рассекать обтекало водителя, чтобы было вообще великолепно. Короче. Давайте на него присядем. Пытаемся не умереть. Блин, слушайте, вот за рулем реально это Yamaha Bulldog. Это неплохо совершенно. Это великолепно, потому что на нем, ну, реально удобно кататься. Конечно, это я короткий. Во мне 183, когда теплая погода. У владельца примерно 2. Ему, говорит, маловато. Мне вроде нормально. Ну, как бы я на месте, конечно, не скажу. Но на месте мне сидится нормально. Конечно, наклон такой вперед имеет наличие. Ну, это же гонка. Это же гонка 3.3 до сотки. Это вам не то. Это вам не это. Это просто великолепно. Короче. Давайте на него уже заберемся. Я поверну вот этот замечательный ключ. Я уже сейчас заранее его повернул. Нажму вот эту вот кнопочку, и мы поедем, покатаемся. Я посмотрю, что он представляет себя на ходу. А перед тем, как мы поедем, и хотел бы рассказать о партнере сегодняшнего видоса. Это Формула Х, то самое уже знакомое вам место, созданное мотоциклистами для мотоциклистов. Это здоровенная мотовселенная в виде торгового центра на 27-м километре МКАД, где собраны лучшие представители мотоиндустрии России. Я ни в коем случае не смогу перечислить количество брендов во время этой интеграции, но дам вам представление. Новые мотоциклы БМ, мотоциклы, квадроциклы, водный транспорт, экипировка, мотосервисы, запчасти, охота и рыбалка. У них даже своя полноценная площадка для Джимхана есть, где можно прокачать свои навыки управления мотоциклом, или продегустировать свою будущую технику, присмотренную в одном из магазинов ТЦ. Ну и это еще не все, ведь это не просто торговый центр, который только продажами занимается. Традиционно они делали открытие сезона с музыкой, жареным мясом, огненными шоу, призами и татухами. Они давали по 10 тысяч за то, что ты набьешь название ТЦ. Но вы поняли, к чему я веду. Это действительно целая мотовселенная. Им не хватает только дам легкого поведения и азартных игр, чтобы покрыть вообще все мужские потребности. Ссылочки на них оставляю в описании, чтобы вы не упустили важные события и акции, которые регулярно у них проходят. Алло, бля. Так, снимаешь? Итак, чтобы вы понимали, почему я выгляжу, как, не знаю, чувиха, которая нашла просто какие-то шорты на помойке вместе с майкой. Сегодня просто 30 с лишним градусов, до мотоцикла просто, сука, не дотронутся. Простите, я рубнула с матом, да? А девочковый тест запилить надо. Вот, чтобы не получить ожог ляшек, я воспользовалась сережными шортами, вот, и выгляжу очень странно. Но, тем не менее. Так, давайте затестим. В общем, снялся с подножки вообще максимально легко, вот, с ростом 163. Вообще, вполне себе нормально себя чувствуешь. Ну, я полностью с тобой не стою, но это, это неважно. В данном случае все нормально. Вот. Ощущается легеньким, хорошеньким. Прям, ну, такой, я бы сказала, приятненький мотоциклик. Ну, типа, ты не чувствуешь, что если с ним что-то, не знаю, заваливаться, начнет на ровном месте, что ты с ним не справишься или еще что-то. То есть, ну, прям вообще максимально приятный. Если вы будете ехать, кто-то будет на вас смотреть со стороны, выглядите вы будете вот так. Так, с ростом 163. Вот. Вполне себе, говорю, комфортно находится руль. Комфортно, достаточно для этого класса мотоцикла подножки. Ну, в всяком случае, так кажется, состоящего места. Может, если я сто километров с ним проехала, я бы сказала, по-другому. Но на данный момент выглядит все вполне себе нормально. И сиденье удобное, широкенькое. Так что, девочка, ВТС пройден. Так, 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 как живо. Поскольку у нас все-таки здесь Вэтвин стоит настоящий, я нацепил на себя настоящую бицкерскую куртку. Буду как настоящий бицкер. 47 тысяч километров. Ой, подождем. Да. Это, конечно, минус карбулятора. Это то, почему я с него слез. Потому что тут не как на инжекторе. Ты, типа, сел на любой мотоцикл, завел, и оно работает. Тут надо знать, знаешь, типа, ну, постоянно мне владельцы говорят, типа, нет, вот подсос вот настолько надо вынуть. А потом вот чуть-чуть подгазовать. Или там, наоборот, не надо ничего. Короче, типа, больше трех не поднимай. Вот две с половиной надо держать. То есть тут надо знать свой мотоцикл. Это, конечно, так романтично довольно. Но 21 век уже нынче. Я бы хотел все-таки, как бы, пользоваться мотоциклом. Просто пользоваться. Вот. Вот так вот я хочу сказать. Ладно, давайте-ка с вами мы проедемся. Да, напоминает бульдог. Но наклон вперед довольно сильный. Относительно него. Зато звук прикольный. Блин, как он весело это делает все. Ну-ка. Ну, я бы не сказал, что гонка, конечно. Нет ощущения, что здесь есть 3 до сотки. 3,3. И при этом я его держу, ну, практически в максимальных оборотах. Около красной зоны. И при этом мне кажется, что он не едет. Интересно. Подвеска довольно мягкая, прикольная. Но вот этого прям L-образного звука что-то здесь нет. И здесь какие-то очень высокие обороты. Очень высокие. Прям, я не знаю. Итальянцы его немного прокачали. То есть он более злой должен быть. Но вот 100 км в час, 5000 оборотов, это очень много. Это очень много. Для мотоцикла, в котором 75 сил и момента столько же. Но что-то не знаю. Я люблю вообще мотики подобного плана. Они, ну, они удобные. Они располагают в себе. Они при этом дружелюбные довольно. Здесь, конечно, по незнанию слишком дернешь, она перевернется, потому что она короткая. Но все равно надо учиться. Надо привыкать. Владельце за 2 года обслуживания происходило, можно сказать, ничего. Реле-регулятор дохт и тахометр. Тахометр сделали. Реле-регулятор сделали. Ну-ка, а как он ездит? Давайте посмотрим. Чуточек. Ну, он такой неторопливый, на самом деле. Не знаю. Вообще, вот 3.3 здесь даже не пахнет, на самом деле, по чесноку, если. Хотя он должен быть заряженный. То есть, на данный момент, ощущения у меня складываются не самые положительные. Но, это основано исключительно на том, что я думал, что он будет очень веселый и бодрый. А на деле он, типа, ну, норм, но не так, чтобы, типа, ю-ху! Оно просто, ну, типа, норм. И я думал, что это будет L-образный мотор, на котором офигенный крутящий момент. У меня будет немного оборотов. Я буду ехать вуль-вуль-вуль. А здесь 130, почти 7 тысяч оборотов. Ну, это не дело. Конечно, оно в целом удобно. В целом. В общем, так скажем. Но сколько можно проехать, конечно, я не знаю. Ну, на 120, естественно, там, по комфорту, если уж мы затрагиваем комфорт. Яйца не жарит. Спина не болит от того, что я слишком прямо сижу, и меня подздувает назад. Я оптимально наклонен, казалось бы. И все классно, но вот обороты. Вот, но вот обороты. Из-за них есть очень-очень маленькая вибрация на руле. Противненькая такая. У кого-то, знаете, такое вызывающее онемение в руке. Вот такая вот. И вот он едет где-то на 8-9 норм. Ниже херня. Просто в результате всех этих рассуждений будут закрадываться сомнения. А зачем вот переплачивать 1070 за Кадживу, которых еще и в Москве, в России, в целом, вообще, две в наличии. Если можно купить СВ-650, которых больше, на которые проще будет искать всякие запчастюли из-за веса. Зачем? Ну, вот это такой вопрос философский. Потому что, ну, вот здесь сейчас, по большому счету, от итальянского вот этого ощущается только вот их любимая компоновка. Вот эта длина базы. Вот такая монстровская компоновка. Веселая такая. Типа, озорная. Но я бы не сказал, что на СВ-шке она сильно какая-то овощная. Не знаю. Сейчас еще прокатимся, и я еще подумаю, а надо ли переплачивать. Как он прикольно зато чихает. Вот если на таких скоростях кататься, ну, то есть городских, блин, он очень веселый. Ощущается сразу бодрым. По управлению, там, по ускорению, в принципе, сразу кажется, что достаточно. В таких случаях, да, довольно-таки, да. Довольно-таки, почему нет? Тормоза передние нормальные, задние, ну. Кажется, такое, и просто ощущение такое, что хотелось бы потолще, типа. Такое ощущение. Ускорение. Сэр. Ну, разгоняется 18, и дальше ничего не происходит. вообще. Если вы хотите ездить быстрее, то, конечно, литра надо сразу за сходу брать. Это все-таки больше городская штучка. Ну, вот если отбросить вот эти попытки разгона офигенного, там, до 200, например, и просто наслаждаться управлением, ускорением в городских условиях, это будет очень круто. Это, это да. Это прикольно. Зеркала-зеркалюшки. Ну-ка, ну-ка, назад вернитесь. Я хочу видеть дорогу в них. Такой мощный, что зеркала закрывают. Вот это да. Мощи-то достаточно выходит. На фланетра защиты, кстати, дует чисто бошку и чуть-чуть плечи. То есть сам корпус, в принципе, будет защищен и от капель каких-то мелких, а от жуков. Нормально? Нормально. Можно пользоваться. Можно пользоваться. Девятнадцать. Это рекорд того, что удалось сегодня достигнуть. Вот стихия, там, мотика, повороты, какие-нибудь разворотики, там, ускорение, вот с этих же 50-60 км в час, типа, сбрасывание вниз передачи, типа, оп! Вот это вот его место, да. Вот здесь, здесь и надо его использовать. Ну, в принципе, подвеска у него классная. У него классная внешность, интересная, относительно СВшки. Я пытаюсь найти плюсы. У него классные тормоза, у него не и сил, у него прям дорогое брымбо стоит. То есть вот несколько плюсов. Подвеска повеселее, а у остального вы получаете вроде как бы и минусы. Ну ладно. Не надо сравнивать, нет. Я понимаю, что все познается в сравнении, но не знаю, не знаю. Наверное, лучше не сравнивать, потому что все-таки это, ну, разные мотоциклы все-таки. Все-таки разные, несмотря на то, что они похожи моторам. Невелико сходство. Вон, Хонда на своих V-образниках сколько миллиардов вариантов мотоциклов сделала. И Трансальп, и Тур-Эндуро, там, и Африка, и черта лысого вообще все сделали. И туристические мотоциклы, всякие Pacific Coast, и все это разные мотоциклы. Мотор один и тот же. Так что, наверное, здесь тоже не стоит сравнивать, несмотря на то, что все-таки класс, как бы у них вроде бы, вроде бы, можно сказать, один и тот же. Что ж, начнем потихоньку подводить итог. В принципе, мод этот веселый. Внешность у него интересная. Он удобный по посадке, мне ничего не затекло. Он необычный, соответственно. Это классно, это любят владельцы итальянских мотоциклов. Но в остальном, если учесть, опять же, эту уникальность, что вы с ней получите. Ну, наверное, если человек покупает себе уникальный мотоцикл, наверное, он понимает, что типа, раз мотоцикл уникальный, то придется мириться с некоторыми моментами, такими, как, например, то, что тяжело найти запчасти, на какую-то часть. Но мотор всего от Сузуки подходит, заказываете, и все классно. Если коротко ответить, взял бы я его для себя, взял бы я его себе, я бы сказал, что нет. Для себя я бы лучше из такого класса взял Yamaha Bulldog. Мне она показалась поудобнее, по ускорению разницы я особо не почувствовал, несмотря на то, что там вроде как почти в два раза медленнее мотоцикл, но там карданы туда-сюда, удобство, эксплуатация, надежный воздушный мотор. Короче, такие дела. Если вас оно зацепило внешне, однозначно рекомендую. Если вы хотите гонять по городу, это прям вот, прям вот очень хорошо. Он очень в ветке, очень управляемый, и вот на второй передаче там с 50 до 100 ускоряется просто отлично. То, что надо для города. Так что такие дела. На этом все. С вами был Чоэкс. Сережа выиграл лишневый пирожок. Пока-пока.